Сейчас мы ищем Шарапову Нину Ивановну. Она попросила подпичься найти двоюродную сестру по адресу улица Грецкая, дом 119. Вот это дом. Люди, здравствуйте! Здравствуйте. А вы Шарапова Нина Ивановна? Я. А вас ваша двоюродная сестра искала? Которая из них пошиваю и бухала. Ирина. Ирина Бухала, Ирина Валерьевна. Бухала. Да. А вы кто? Мы ее тут канал снимаем и в комментариях написали. Она просто вас потеряла, не может вас найти. Ну понятно, потому что... И гуманитарку вы не получали, написала. Нет, я получала гуманитарку регулярно на Дельвейсе. И вас уже в розыск ДНР послали. Да что вы говорите. Да. Но вы живы-здоровы, все хорошо. Я же вас делала то, что я с ней потеряла связь, она купила квартиру, и я не знаю, где она живет. Но она там и адрес, в принципе, знает. Она могла бы все ездить, если она тупо шла. А может она уехала куда-то вообще? А ничего про нее не знаете, где она сейчас находится? Да нет. Нет, вот написано, она уже несколько месяцев разыскивает вас. У нее 59-го года рождения. Да. Она оставляла заявки на розыск. Вас даже уже в розыск подали, говорю. Да дело в том, что я у меня с интернетом... У меня нет интернета. У меня сейчас и феникса нету, по сути, в телефонах. Ну, я очень рада, что она меня ищет. А как мне ее найти? Я живу сейчас по старому адресу, тут, где и жила. Я у детей жила. Сейчас я вернулась в свой родной дом, который... Только того, что... А мы же смотрим, что там это у вас... Еда готовится. Да. Значит, точно люди есть. Да, так что все нормально, ребята. Спасибо за добрые вести, да. Что, у вас тут свет провели хотя бы? Света нету. И, наверное, еще не скоро будет. По этой стороне осталась... Остаюсь я одна практически. Там шесть семей живет вот на нашем квартале, а там дальше вообще плачевно. Штука разваливаем, потихоньку разбираем, выносим. Ясно. Ну, скажем, что вас с розыска сняли. Все, хорошо, снимать я на месте, да. Я жива-здорова. Все, спасибо, ребята. Всего доброго. А мы сейчас поедем дальше и хотим показать, что случилось с жоптневой налоговой. У Кирики не работают тормоза. Так, видите, вот уже магазин... Или, не знаю, еще это, походу... А, вот это был магазинчик. Да-да-да, нет, тут ксерокс был. Он пролонил от крыши. Ну, вот, как вы видите, это наша налоговая. Теперь можете налоги не платить. Уже некому, некуда. Так, ребята, и сразу заранее, сейчас вот я говорю, Кирюш, тоже. Вот ездите, вот добители в Донецке. Украинская армия рассыпала вот эти лепестки, бля, хамуха, минометки. Как, я не знаю, на них наступаешь и взрываешься. Вот, противопехотные вот эти мины. Поэтому обязательно на велосипеде или пешком вот от подмоги смотрите, чтобы ничего этого не валялось. И лежат здесь на земле вот такие... Я так думаю, это... Снаряды, мне кажется, от танка. Типа гильзы, что ли, я не знаю. Ну, это, мне кажется, снаряды от танка только. Вон, один. Опа. Уже по звуку слышал что-то падает. Стекла. Да ладно, пошли, короче, тут... Дерево уже повалено на здание само. Рядом с деревом насквозь прошли несколько снарядов. Короче, только под снос это делать. Это чинить нет смысла будет. Ну, на то, что это поворот. Сейчас мы едем по дворам в сторону 66-й школы. Тут сбоку от нее ведется стройка. Правда, мы не знаем, чего, но строить мы идем. Извините. Откажите, а что... А что здесь строится? А мы... Я тебя поснимаю. Ну, как вы, давайте выключите. А, не, мы... Это полный капец. Только что, решили спросить, что строят. В итоге на нас жаробас накинулся. А ну, быстро ушли отсюда. Иначе сегодня в МГБД пойдем. Короче, капец. Но только что, как я услышал, женщина спросила. Сказали, будут строить дома там. Сегодня была довольно интересная съемка. Райончик достаточно побитый, но мы сделали все, о чем нас попросила подписчица. Узнали, как ее там двоеродная сестра. Вроде все в порядке. Берегите себя и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok